Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 23 февраля, день защитника Отечества. Служба Отечеству Это не просто воинский долг, это и призвание, и для многих смысл жизни. Это тяжелый ратный труд, который в России всегда был в почете, всегда был на особым счету. Рождение праздника принято связано с декретом о создании рабочей крестьянской Красной Армии, который был принят более 100 лет назад, в 1918 году. Спустя 5 лет праздник широко отмечали как День Красной Армии, а с 1946 года как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. В 1995 году Государственная Дума приняла закон о днях воинской славы в России. Этим указом 23 февраля обрело новое наименование – День Победы Красной Армии над Кайзеровскими войсками Германии, а в 2018 году – День Защитника Отечества. В этот день вся наша страна отчествует тех, кто служил, служит и будет служить в вооруженных силах нашей страны. Всех, кто беззаветно предан своей стране, кто защищает безопасность государства, общества и каждого гражданина нашей страны. Поговорить об этом важном для каждого мужчины дне мы пришли к военному комиссару по городу Туапсе и Туапсинскому району, полковнику запаса Григорию Ситраковичу Авинтисяну. Добрый день, Григорий Ситракович! Летопись народного подвига, совершенного во имя Защиты Отечества, велика. На протяжении всей истории государства российского на страже родине находились те, которых называли богатырями. Скажите, а почему так важно каждому мужчине отдать свой воинский долг Отечеству? Добрый день, уважаемые жители Туапсе и Туапсинского района. Наверное, по традиции, по моим времен всегда так сложилось, что Россия, потом Советский Союз, снова Российская Федерация, мы находились, наверное, в таком ситуации, что всегда были войны. Не было ни одного столетия, чтобы мы прошли без войн. Поэтому, если возьмем мы последнюю Великую Отечественную войну, которая длилась целых 4 года, потеряли 20 миллионов жителей, мы можем сказать, что эту войну выиграли, то, что очень сильная была патриотическая работа. На высоком уровне был патриотизм. Люди шли, у всех было одно в голове. Это нужна победа любой ценой. Мы на этих традициях сегодня воспитываем, хотя прошли уже многие другие войны, и на Северном Кавказе, и Афганистан прошел. Сегодня наши молодые военнослужащие проходят службу в длительных командировках Сирийско-Арабской Республики. Ну, сказать традиционное слово неправильно, это, наверное, но та работа, которая ведется во всех властных наших структурах, в администрации района, города, сельских наших поселениях, по всей территории Кубани, Российской Федерации. Это общая работа, которой мы все занимаемся, старшие люди, молодым поколением. Это называемая патриотическая работа. Если мы потеряем патриотическую работу с молодежью, ну, будут у нас другие проблемы с молодежью, они в другую сторону могут посмотреть. Поэтому эту работу забыть нельзя, мы его должны постоянно вести, находиться среди них, приглашать ветеранов. К сожалению, в Великой Отечественной войне уже тяжело, они не могут, хотя они рвутся в бой, но есть у нас ветераны других войн. И у нас и на воинском учете их много стоят. Надо уже это поколение приглашать, школы, наши техникумы, трудовые коллективы, чтобы мы говорили, что служить надо Отечеству. Это конституционный долг любого молодого человека, который годен к службе, позволяет его здоровье выполнить свой конституционный долг. А чтобы молодой человек ходил с удовольствием, пошел на службу в армию, он должен духовно быть уже готов к этому. Не ходить там, искать, ловить его, поставить, строить. От него толку не будет даже в армии этот год. Он должен, душой понимая, что мужчина, свой долг, он должен выполнить. Не то, что он отрывается этот год от его жизни, он должен понять. Этот год службы, я считаю, что маловато, но сегодня у нас контрактная армия, в основном уже процентов 50-60. Мы набираем ребят на срочную службу на те должности, где можно за 2-3 месяца обучить в воинской специальности, и дальше уже командиры с ними работают, или он остается по контракту, или возвращается по полученной специальности, устраиваются трудовые коллективы, или куда его душа зовет. Поэтому у нас в год где-то около 300 молодых ребят призываются. Я скажу, что тенденция последние лет 5 точно, у нас таких проблем нет. Да, есть, которые пытаются увиливать, но это такая категория, я не хочу сказать, что они плохие ребята, но это такая категория, вот не хватало чего-то ему воспитания. Это неполная семья, или бабушка воспитывает, или улица воспитывает. То есть мы этим должны заниматься. Это и в школах, это и в заведениях культуры, скажем, даже с садика начиная. То есть мы должны все работать по этому направлению. Военно-патриотическая работа, это не только там в воинских частях и военкомат, там с юноармейцами, там еще казачество, классы есть. Сейчас сегодня юная армия очень сильно у нас двигается вперед. То есть эту работу мы должны сообща заниматься с молодежью. Все направления должны работать. Чем больше мы будем показывать, говорить и находиться среди них, тем больше мы получим патриотически воспитанных ребят. Это мое мнение. И я думаю, хотя у меня должность такая, я вижу ребят, тут у меня через мои руки полторы тысячи, даже до 1700 призывников в год проходят. Мы с каждым беседуем, видим их состояние души, кто-то рвется, кто-то кого-то объяснить надо, кто-то не доходит, приходится иногда и административные меры принимать. Но в целом, в целом, у нас молодежь неплохой растет. Мы только закончили вчера первоначальную постановку на воинский учет, которым 17 лет в этом году исполняется. Я вам скажу, что, во-первых, слова благодарности всему управлению образования, директорам школ, техникум наших, вообще, я за 10 лет не помню, чтобы так четко, своевременно, мы день в день пришли, прошли, встали на воинский учет. Ну, у кого здоровьем проблемы, они там медобследование сейчас закончат. Я думаю, до конца февраля мы закроем этот вопрос. Так слаженно у нас еще, еще не в целом нормально, в этом году они удивили все. Поэтому я родителям, наверное, за воспитание своих детей благодарю, и тем преподавателям ОБЖ, которые занимались этим делом. Поэтому, ну, наш долг, наверное, с молодыми работать, чтобы они понимали, что им в жизни надо. Школа быстро заканчивается. Дальше учеба, после учебы армия, а без службы армии, сегодня силовые структуры не устроишься, они не возьмут там требования после службы армии. Серьезные организации предприятий, где там муниципального, краевого уровня, федерального уровня, или где контрольный пакет у государства, организаций, там тоже вопросы, тоже служба должна быть. Поэтому мы видим, и люди понимают, молодые ребята, что надо пройти, прослужить. Что она за год может поменять молодому человеку? Ну, может дисциплине какой-то приучить, за год его не поменяешь его вверх ногами, но научить дисциплине своевременно выполнить поставленную задачу, быть чуть-чуть ответственным, наверное, маме письмо написать. Да, это очень важно. Это я считаю, что какие-то черты в характере молодого человека за год могут измениться. Вовремя встать, встать в строй, слушать старшего товарища, слушать, заниматься боевой подготовкой. Ну, что-то за год можно все равно в человека приучить какой-то дисциплине. Это всегда плюсом идет, потому что мы потом общаемся с ребятами, которые возвращаются. По некоторым даже сразу видно. год мало, хотя бы два года надо, потому что, ну, два года смысла нет сегодня, потому что контрактники, они добавляются, срочные службы, это вот те специальности, которые они, водители, там, я не знаю, еще какие-то специальности, которые быстро они в ДОСАФе получают образование. Там не так уж много воинских специальностей, которые срочнику достается. Уже в отделении, если девять человек, из них там семь человек может контрактников быть, два призывника, а там уже дяди по 35-40 лет женаты и двое детей. Поэтому у нас и так называемой дедовщины уже в армии нету. Фактически его нету уже. Потому что не будет 40-летнего 18-летнего обижателя и 20-летнего. Вот скажите, а какой процент среди тех ребят, которых забрали в армию, которые призывают в армию, которые остаются дальше служить в армии, как профессию выбирают для себя? Ну, я скажу, что вот я как-то анализировал, сколько человек призвали и сколько остались. Ну, мы где-то в призыв 140-145 человек весна-осень призываем. Ну, за год, наверное, человек 20-30 где-то вот так сразу остаются. Некоторые возвращаются назад, пытаются трудоустроиться, работы нету, они ездят своим командиром, берут отношения и восстанавливаются. Ну, так как у нас район, город, все вместе там, 127 тысяч населения. У нас задание по контракту человек 60 в год, человек 50 мы отправляем, ну, где-то еще 20-30 остаются, ну, где-то в год где-то 50-70 человек, здоровых, грамотных ребят остаются в воинских частях, потому что социальный пакет хороший. через 6 лет можно уже суду получить, выкупил квартиру, жить служебным, эту сдать, еще дополнительную финансовую помощь, купи квартиру где хочешь, только служи и все, его плати деньги, вернуть не надо государству. есть большие воинские части, где там все обеспечено, и садики, и школы, и служебное жилье сразу предоставляется, если он женат, семейное, если холостые, они там двоем, троем, в всем обеспечении. В целом сегодня действительно очень много в армии делается, именно чтобы заинтересовать, потому что у нас страна большая, где-то населения много, а где-то мало, надо привлечь их другие субъекты Российской Федерации, чтобы они поехали, те же пограничники только после армии службы на контракт, у них срочной службы нету, только по контракту. Ну и многие виды рода войск, у нас границы очень большие, территория России большая, а за Уралом у нас-то всего населения 10 миллионов где-то будет, а границы надо охранять и естественно другие рода виды войск. Люди ездят, там другие выплаты, льготные выплаты. В целом я доволен общей картиной, общей картиной. Да, бегает у нас человек 70-80, но это такая категория, от них человек даст 10-15 годных службы, если они придут, пройдут там, не будем мы в эфир говорить, а ребят плохо, просто что-то не доходит, вместо того, чтобы прийти сюда нам вопрос задать, вопрос службы армии ставится после того, когда его всесторонне изучили, прошел медицинскую комиссию, обследовался, проблем много у молодежи, вот мы поставили 600 человек на воинский учет, первоначальных, годных, без ограничений, около 200 человек, остальные все, все какие-то проблемы. Да, негодников, человек 30, которые негодны к службе, там остальные с ограничениями, но опять же, это вопросы диспансеризации, 14-15-16 лет, плохо значит мы проводим эти мероприятия, родители не знают о проблемах своих детей, не интересуются, где-то мы каждый год родители военкомате узнают, что у них, у детей есть проблемы, онкологии выявляем мы тут каждый год 2-3 человека, так что это те же врачи, которые в городе, они приходят сюда, у нас работают, у нас нет, мы не можем содержать 8 врачей-специалистов, но когда это вовремя, 17 лет человек должен прийти уже вылеченный всех этих проблем, но это, к сожалению, можно укор родителям поставить, что они не проводят, не обследуют детей, не занимаются, ребенок ходит боком или не так наступает, ну, ходит и ходит, не жалуется, не жалуется, может, какие-то, не успевают родители замечать, но это будущее ребенка, он может хочет в полицию пойти, после армии служить, а его в армии даже не призывают, поэтому проблемы очень много в целом, ну, а так, а так, конечно, молодежь у нас нормальная, вот я хочу, чтобы мы их не потеряли, мы им занимались, военно-патриотической работой, чтобы школы заработали полную мощность, чтобы физические мероприятия, физкультурные в школах проводились, чтобы дети бегали, прыгали, между школами соревнования проводились, ну, нельзя, ребенок должен активным быть, у нас военные институты из 35 поступило 12 или 13 человек, подтянуться не можем, бегать не можем, учимся хорошо, отлично, а бегать, прыгать не можем, те, которые занимаются, родители, они там секундомером бегают, заставляют, но таких не так уж много, поэтому я не могу отвечать за всех начальников управления в администрации района, которые занимаются детьми, ну, надо не на бумажах, надо реально заниматься. А скажите, а сколько у нас молодых людей после школы решают связать свою, как бы, дальнейшую профессиональную жизнь именно с армией, кто поступает в высшие или среднеспециальные военные училища, институты? Ну, в целом нам задания дают, опять же, это все как-то не считают от населения, нам где-то 35-40 человек задания идет, получаем с края, ну, куда, дети сами выбирают, куда им поступать. В целом мы, это задание, агитация идет, мы работаем в школах, объявления даем, ну, сами родители, у кого военные они там выбирают, это судьбу стать военным или дети выбирают, у нас 35 заданий на этот год, ну, уже человек, ну, 24 уже где-то у нас, это Министерство обороны только, я там, Росгвардия свои, свое там, учебное заведение, пограничники, свое идут, ребята проверят этот поступок, мы их не готовим, мы только Министерство обороны и Росгвардию помогаем. Я думаю, наберется, но сколько поступит, один показатель, что мы подготовили, отправили личное дело ребят на поступление, кого вызовут еще, потому что там идет результаты ЕГЭ, там берется какой-то граница баллов, и они же на удовольствие становятся, кормить надо, то есть они выбирают самых лучших на основании личных дел и приглашают их на дальнейшее испытание, потому что если гражданский вуз только по результатам ЕГЭ поступает, а военные учебные заведения, это еще физподготовка, 100 метров километра, 3 километра подтягивания, медицинская комиссия еще раз на территории военного института, профотбор, тестирование, то есть много отсеивается, то же самое. ЕГЭ, если раз пригласили, он уже попадает туда, ну по остальным результатам вот из 35 у нас 13 в прошлом году поступило, мало конечно, надо хотя бы из 35 человек 20, должно 25 поступать, некоторые второй раз идут, некоторые третий раз идут поступать, у нас девчонки поступают, хотя девочки зачет не идут, они идут, поступают каждый год в каком-то учебном заведении, анализируя наверное в генеральном штабе объявляют, что будут принимать девчонок. Вот так, как раз таки хотел у вас задать вам этот вопрос, почему такая вот... один год может быть, а другой год может не быть, вот у нас вот Краснодарская летная, там, то первые 8 человек, потом 15, в прошлом году 15 человек, у нас девчонка поступила с сельского района из города, со второй попытки летная. А вот как вы думаете, почему среди девушек прям как-то вот такая прям популярность стала именно поступать в военное учебное заведение? Ну вот у нас где-то каждый год человек 5-7 девчонок идут, военно-медицинская связь, ну как сказать, опять же, это внутреннее, да, она же к этому готовилась, бегает, прыгает, подтягивается, хочет быть офицером, сов Родины, форма одеть, форма им подходит. Ну уж красивая, да, красивая форма, да. Поэтому, не знаю, среди лейтенантов молодых быть, выбор большой. Ну вот сейчас смотришь, например. Их человек 15-20, а пацанов человек 200-300. Да, вот даже по телевидению часто выступают женщины военные. Значит, все-таки. Ну я говорю, вот по нашему военкомату, вот у нас год 5-7 и половина поступает, я скажу. Да пусть даже трое уже все равно как-то. Приятно. Нам приятно, родителям тем более, наверное. Ну, за счет они не идут. Вот за счет идет в парни. Вот даже 10 девчонок поступят, поступили, молодцы. А вот идет учет именно, чтобы ребята больше поступали. А раскройте секрет именно для тех молодых людей, которые либо будут призываться в ряды вооруженных сил, либо только находясь, например, в 16-17-летнем возрасте, только планируют. Вот, когда будет и как будет происходить весенний призыв? Ну, нового ничего нет в этом вопросе. Мы уже начали, ребята, которые заканчивают учебное заведение в этом году уже, человек 30 уже обучается в ДОСАФе получают специальности водитель категории С. Остальных ребят, мы уже в городе, все техникумы уже осталось, РГУПС наш, мы уже согласовались с дирекцией, поехали туда с личными делами, изучили, анкетируем, кто режимные команды идет. В общем-то, в плановом режиме идет февраль-март изучение, ребят, вручение повесток, анализы, у кого проблемы есть, чтобы обследовались до 1 апреля. После этого начинается с 1 апреля, если у нас не будет никаких ограничений, надеемся, что в связи с пандемией это все мы потихоньку уже в лучшую сторону идем. Начнем призывную кампанию, сперва медицинскую комиссию проводим, потом призывную комиссию, выносим решение, доводим, даем им закончить учебные заведения, ресурсов не так уж много, поэтому 95% это ребята, которые должны закончить институты, техникумы. Кто школу заканчивает, им исполнилось 18 лет январе, феврале, марта, апрель, май, июнь, 15 июля, мы их не призываем, даже если исполнилось 18 лет, даем им право на поступление, до 1 октября они поступают, в октябре приходят на призывную комиссию, приносят справку об учебе, формы номер 2, институтах знают и техникумах, и все получают на период обучения отсрочку, каждый год предоставляют справку, что они учатся действительно, в очной форме обучения. Если кто-то не хочет учиться, пойти в армию, ребят, которые в школу заканчивают, они успевают, они приходят, пишут заявление, что мы не хотим учиться, хотим пойти в службу в армию, потом пойти заочно учиться, или по контракту остаться, то есть это уже решение молодого человека. Мы приглашаем родителей, тоже это перепроверяем, действительно, они такое решение приняли, или это решение ребенка, то есть мы все равно, он еще ребенок, он еще школьник, поэтому мы тогда уже убеждаемся и готовим его, чтобы потом не было проблемы, там, пришел, не понравился, его там обманным путем призвали, чего-то, ну, таких вещей нету, но человек, когда начинает ерундой страдать, он может сказать, что его специально образовали, поэтому мы страхуемся, берем у родителей заявление, и он пишет, чтобы потом лишних разговоров не было. Ну, в основном у нас процентов где-то человек 135-140 призовем, ну, из них комплектуем основным наш южный военный округ, и группировки Абхазия, Осетия, Армения, Крым, наш округ тоже, Подмосковье чуть-чуть уходит туда ребята, в целом наш округ мы комплектуем, ну, а там уже через 2-3 месяца уже командиры смотрят, и ребята, если решаются, уже пишут рапорт по команде и переходят на контракт на службу, первый контракт 2 или 3 года, в целом проблем нету, мы абсолютно вопросы переживания нет, но надо разглядяем больше заниматься, объяснить, разъяснить, вопросы разъяснения мы не можем достучаться, во-первых, найти их не можешь, у нас человек может уехать другой субъект, жить там, не став воинский учет, мы их ищем, найти не можем, ну, как найдешь, когда приходишь домой, дверь открывает, родители говорят, а мы не знаем, где он живет, но как родитель, мама не знает, где его ребенок, ну, просто это невозможно верить, ну, может, один из там сотни, который там, ну, уже и дома достал, ну, как, как не знает, где ребенок, я лично не понимаю, неужели, уже надо всей двери стучать, как это, не знаем, где ребенок, соседи спрашиваешь, ходят тут, вот работаем вместе с полицией, тоже спасибо, конечно, большое им, и казаки, и полиция, совместно работаем, больше разъясняем, больше объясняем, кто-то бегает, месяц, политором, в середине декабря прибегает, где хочу пойти служить, ну, молодец, давай, успевай, бегай, проходи медкомиссию, сдавай анализы, в целом нормально. Ну и в финале нашей сегодняшней встречи, что вы можете пожелать всем защитникам Отечества, кто служил, служит и будет служить? Дорогие земляки, 23 февраля в истории нашей страны, это особенный день, когда все мы по сложившейся традиции чествуем защитников Отечества, с благодарностью, вспоминаем ратные подвиги во славу родной земли, отдаем дань уважения воинам и ветеранам, свой вклад в защиту Родины, в насилие вносят наши с вами земляки. Мы всегда помним и гордимся теми, кто сражался на фронте и трудился в тылу в годы Великой Отечественной войны. Мы благодарны тем, защищал и защищает границы России, кто сражался с экстремизмом и терроризмом в горячих точках, помогал в ликвидации чревечайных ситуаций. Уверен, что нашим землякам, кто сегодня проходит нелегкую воинскую службу, так же, как и их дедам и отцам, присуща честь и достоинство, доблесть и отвага. Сердечно поздравляю вас, дорогие туапсынцы, с Днем Защитника Отечества. Пусть всегда гордость за своих земляков, уважение к их боевым и трудовым подвигам, чувство любви к Родине, к своему родному городу будут в сердце каждого из нас. Желаю вам всем добра и мира, благополучия и счастья. Спасибо, Григорий Ситракович, за эту очень интересную беседу, спасибо вам за ваше дело, которое вы помогаете воспитывать нам, нашу нынешнюю молодежь, подрастающее поколение, прививать к ним именно патриотизм и ответственность за свой гражданский дом. Дорогие друзья, ну а с вами мы прощаемся. До свидания, до новых встреч. С Днем Защитника Отечества. Праздникам.